Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня пятница, с вами программа «Из первых рук», я и ее ведущий Антон Пережогин. А поговорим мы сегодня с заместителем-директором по профильно-экспериментальной работе Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Жанной Имжаровой. Здравствуйте! Жанна Николаевна, сразу же первый вопрос. В этом году у вас первый выпуск ваших учеников, поэтому хотелось бы узнать, как прошел учебный год, какие достижения вы можете отметить у ваших учеников? Да, действительно, у нас в этом году первый выпуск, это для нас историческое событие. И можно сказать, что этот год был очень успешным, потому что наши дети участвовали в различных международных, республиканских, областных конкурсах и занимали призовые места. Это у нас международный астрономический турнир, первая республиканская олимпиада по робототехнике. Затем «Дискавери Казахстан» — это конкурс СССР, где наша девочка, учащаяся 11-го касса, заняла гран-при в конкурсе СССР. Так что таких достижений у нас много. Что касается уровня области, то в научно-практической конференции МАН у нас 22 призовых места. Тем не менее, и также я знаю, что на базе вашей школы проходят разнообразные совещания, разнообразные сборы учителей. Во всяком случае, я знаю, что часто мы приезжаем туда снимать конференции, международные конференции, республиканские онлайн-конференции с другими городами проходят. Вообще, ваша база, насколько она на сегодняшний день современна для стандарта школы казахстанской? Дело в том, что именно в Назарбаев интеллектуальных школах по всей республике аккумулирована вся лучшая передовая система образования, новые подходы в обучении, новые подходы системы оценивания. И наши учителя, обучившиеся у лучших тренеров республики, у лучших международных тренеров, затем транслируют данный опыт учителям республики, учителям общеобразовательных школ. И мы, конечно, на уровне наших школ проводим различные тренинги обучающие, коучинги, мастер-классы, для того, чтобы поделиться накопленным опытом с учителями средней общеобразовательных школ. Ну, вернемся к вашим ученикам, выпускникам. Буквально 2,5-3 года назад была создана, организована наша школа, Назарбаев интеллектуальная школа. Да, наша школа в феврале 2013 года была открыта, и 2,5 года мы уже работали. Да, и на сегодняшний день у вас этот первый выпуск, с какими результатами завершили год ваши ученики, и куда они собираются поступать? Ну, как я уже говорила, у нас первый выпуск, и я считаю, что для первого выпуска у нас очень хорошее достижение. На сегодняшний день известно, что 15 учащихся уже поступили на грант Назарбаев университет, один учащихся поступил на грант в Гонконгский университет политехнический, двое учащихся поступили в Санкт-Петербургский политехнический университет, четверо учащихся поступили в лучшие вузы Южной Кореи, четверо учащихся поступили в Южные политехнические вузы Китая. И данная информация еще обновляется, и мы думаем, что на днях мы будем еще получать хорошие новости о поступлении наших учащихся в другие вузы. А выпускной бал был у вас? Выпускной бал у нас будет 28 июня, и сейчас мы готовимся к нему. Он будет проходить в очень интересном формате. Начнется наш бал в 9 часов вечера. Он начнется с концерта, с галоконцерта, с приглашением гостей города Актьюбе. Затем наши дети пройдут по стадиону в нашей школе со свечками. Это будет такой марш выпускников, и действительно будет очень-очень красиво и оригинально. Зорьку будут встречать? Обязательно. Встреча рассвета – это обязательно. Какие экзамены сдают выпускники вашей школы? И сдают ли они ЕНТ, кстати? Что касается ЕНТ, ЕНТ учащиеся не сдают. Но наши учащиеся сдают обязательные предметы. Это математика, русский и казахский язык, в зависимости от языка обучения. И английский язык – IELTS. Это обязательные предметы. И кроме этого, они сдают предметы по выбору. Предметы по выбору – это такие дисциплины, как химия, биология, физика, информатика, география. И что касается ЕНТ, ЕНТ наши учащиеся не сдают, но баллы, которые они получают при экзаменах, эти баллы по стандартам Министерства образования Республики Казахстан, они переводятся в баллы ЕНТ. И, соответственно, дети получают как сертификат международных экзаменов, так и сертификаты ЕНТ. Все это в виде тестирования, да? Все это в виде только тестирования. Только тестирования, да? Хотелось бы напомнить телезрителям, звоните нам по телефону 222-333, задавайте свои вопросы. Кстати, один из таких вопросов, который волнует не только, наверное, наших жителей, но и меня волнует прежде всего, потому что, ну, хотелось бы узнать, у меня дочь растет, я хотел бы все-таки, чтобы она училась в такой престижной школе. Поэтому, как проходит отбор учащихся в вашу школу, с какими достижениями туда принимают, я не знаю, нужно быть круглым отличником или еще плюс к этому, иметь какие-то республиканские заслуги? Ну, для того, чтобы поступить на нашу школу, нужно пройти достаточно серьезный отбор. Для этого, сразу говорю, не обязательно быть круглым отличником, но в любом случае должны быть глубокие предметные знания. Ученики у нас также проводят тестирование, только тестирование в письменной форме. Это обязательные предметы математика, русский язык или казахский, тоже в зависимости от языка обучения. И также у них тестирование на логику. И в течение месяца мы ждем результатов, и где-то через 3-4 недели учащиеся, которые хотят поступить на школу, узнают о результатах. Дело в том, что в этом году уже у нас конкурсный отбор прошел. Мы принимаем с 7-го класса, и вот учащиеся с 6-го класса, они зимой сдали уже тестирование. Результаты уже известны. Получается, у нас на одно место приходится где-то 8 учащихся. И претендентов у нас в этом году было 865, из них поступило только 120 учащихся. То есть с 7-го класса все это начинается. Вот мне интересно, ваши выпускники, которые сдают выпускные экзамены в виде тестирования, они поступают в зарубежные университеты. Везде ли там тоже принимают по тестированию, и как вот эта разница между казахстанским тестированием и тестированием зарубежным, тоже Южная Корея, Европа. Вообще, как ученики отмечают, какие есть в этом тестировании различия и насколько сложные? Вот поэтому я говорю, что ЕНТ у нас нет, и мы заранее готовим учащихся к международным стандартам при поступлении в ВУЗы. И когда они сдают у нас экзамены по математике и по предметам по выбору, эти результаты уже котируются как у нас в стране, так и за рубежом. Кроме того, любой зарубежный ВУЗ требует результаты IELTS. Поэтому все учащиеся, выпускники должны в обязательном порядке у нас сдать IELTS. А сколько у вас сейчас учеников в вашей школе и какие основные направления подготовки учеников? На данный момент у нас 720 учащихся, плюс в сентябре у нас еще придут 120 учащихся в 7 классы. Это у нас будет 840 учащихся в новом учебном году. Школа у нас физико-математического направления, поэтому основной упор делается на физику, математику, на предметы естественно-научного цикла, это химия, биология, информатика. И, конечно же, хочется сказать, что у нас система трехязычия, большой упор уделяется как казахскому, английскому, так и русскому языку. Например, в чем у нас отличается система нашей школы от системы общеобразовательных школ? Учащиеся русских классов изучают на казахском языке такие предметы, как история Казахстана, Казахстан в современном мире, география. То есть вначале, конечно, им это сложно очень дается, но уже через год-два обучения они вполне хорошо говорят на казахском языке. Терпение и труд все перетрут, да? Не зря говорится. Удачи вашим выпускникам, удачи им в большой жизни, в мире большой науки, потому что все-таки выпускники, это правда, у вас самые умные дети нашей области. Согласна. Спасибо вам большое. Хотелось бы еще раз напомнить, сегодня у нас в студии была Жанна Имжарова, заместитель директора по профильно-экспериментальной работе Назарбаев интеллектуальных школ. Ну а мы встретимся вечером с программой «На полицейской волне». Спасибо. Спасибо.